Каждый человек наверняка хотел бы знать свою родословную. Правда, собрать все необходимые данные не так-то просто. А вот для жителей Петровского сельского поселения восстановить свое генеалогическое древо не составит большого труда. В местном музее проведена большая работа по сбору архивных материалов из истории станицы, благодаря которой каждый желающий сможет узнать, кем были его предки. Петровское сельское поселение очень бережно относится к истории своей малой родины, которой уже более 200 лет. Первая музейная комната здесь появилась благодаря сторожилу поселения Екатерине Николаевне Дорошенко, которая, работая в библиотеке, решила создать небольшой уголок с экспонатами. Жители стали приносить хранящиеся у них предметы старины, и постепенно музейный уголок разросся в целую комнату. Работники библиотеки проводят для школьников здесь экскурсии, рассказывают интересные факты из жизни казаков. Очень удобно, что придя за книгой в библиотеку, ребята могут познакомиться и с историей своей станицы. Интерес жителей к музейной комнате библиотеки вдохновил Петровчан и на создание настоящего музея в отдельном помещении. В прошлом году он был официально открыт. Этот музей можно по праву назвать народным. В течение четырех лет жители поселения, администрация, местные предприниматели помогали в его создании, собирали и приносили экспонаты. Была проведена большая работа по сбору информации об истории станицы, о Петровчанах, воевавших в годы Великой Отечественной войны, а также казачьих семьях, основавших поселение. Сегодня любой житель Петровской может прийти в музей и узнать свою родословную. Любой житель станицы Петровской, если он является коренным, он в течение нескольких часов с нашей помощью, мы не делаем родословное, с нашей помощью по книгам, по записям, по электронным книгам он сможет создать историю своей семьи, начиная с заселения станицы Петровской казаками. То есть начиная с 1817 года. Кем были предки, он может узнать, откуда они приехали, какое у них было хозяйство. Затем идет Первая мировая война, есть данные о всех награжденных, о всех погибших и раненых до Первой мировой войны. Великая Отечественная война, мы собираем все четыре года. Благодаря помощи Виктора Васильевича Чернявского у нас появилась техника, то есть ноутбук, принтер, телевизор. И вот мы просили нам помочь, чтобы создавать электронную книгу памяти. Каждый петровчанин, который приходит, и у кого есть родственники, которые воевали, мы собираем всю информацию, сразу же садись, рассказывай, записываем все фотографии, все сканируем. И у нас за четыре года очень большая книга памяти, там более трехсот имен. Просто казалось бы, это невероятно узнать, за три часа узнать корни своей семьи. Это уникальная возможность. В музее, я думаю, что нет равных нигде, потому что действительно это очень ценно, это очень важно, это очень востребовано. И человек сам ищет. Мы только помогаем. Казачья станица Петровская еще и очень творческая. Здесь бережно хранят не только историю, но и традиции. В Доме культуры работает 42 кружка и объединение самой разной направленности. Гордостью учреждения являются девять коллективов художественной самодеятельности, четыре из которых имеют почетные звания «Народный» и «Образцовый». Фольклорный ансамбль «Рушничок», «Народный хор при Азовье» – это истинные носители и хранители кубанской культуры, известные не только в районе, но и в крае. Славится Петровский дом культуры своими детскими коллективами «Антага» и «Бельканта», благодаря которым ни одно поколение петровчан связали свою жизнь с творчеством и искусством. «О Петровской хочу рассказать, здесь начало всей жизни моей, если даже испишешь и трать, все равно не расскажешь о ней. Петровское слово заветное, друзей и родных лицах светлые, край мой кубанский, саница моя. Вот что такое, вот что такое, вот что такое, Петровская! Педагоги с ребятами занимаются в светлых, просторных помещениях. Материально-техническая база учреждений культуры улучшается с каждым годом. Благодаря краевым программам решаются сложные вопросы по капитальному ремонту и оснащению необходимым оборудованием». «В этом году у нас сделан капитальный ремонт ступенек наших. В 2018 году, в конце года, заменили мы частично, не полностью, кресло в зрительном зале на сумму 829 тысяч приобрена аппаратура акустическая для Дома культуры и для Досового дома на хутор водный. Это микрофоны, это колонки, это усилители, это микшерные пульты, ноутбуки и так далее. «Мы сейчас входим в программу по капитальному ремонту СДК-1. У нас есть такое там в страшном состоянии. Значит, первый этап, значит, у нас замена крыши. Ну, уже выдели, подтвердили нам 4 миллиона 134 тысячи 100 рублей, но нам не хватает. Пообещали, что будут допы, значит, 5 миллионов нам добавить нужно, чтобы мы полностью заменили крышу. Ну, а в дальнейшем, значит, будут проходить, в 2023 году я заявку уже подал, будут внутри помещения ремонт капитально идти и снаружи, и благоустройство». В Славянском районе учреждения культуры не только реставрируют и капитально ремонтируют, но и строят новые. При совместном финансировании работ и средств краевого и местного бюджетов и поддержке депутата Государственной Думы Ивана Демченко в хуторе-водном Петровского сельского поселения, где проживает всего 300 человек, был построен досуговый дом. Он стал настоящим центром притяжения для местных жителей самого разного возраста. Здесь работает библиотека, кружки для детей, организована художественная самодеятельность, проводятся праздники. Рядом с учреждением культуры оборудована детская площадка. Жителям отдаленного населенного пункта теперь есть где отдохнуть, а самое главное – занять детей творческой деятельностью. «Хочется сказать огромное спасибо депутату Государственной Думы Демченко Ивану Ивановичу и депутату законодательного собрания Чернявскому Виктору Васильевичу за то, что создали такую огромную команду, за то, что построили нам клуб. Никогда не забывают даже после жизни клуба, за то, что всегда интересуются и сейчас, как живет наш клуб, не нужна ли нам какая-нибудь помощь. Поэтому огромное спасибо им и всей команде, которая принимала участие в рождении досугового дома». В Славянском районе работает 38 учреждений культуры, и каждая по-своему неповторима и уникальна. Но какими бы разными, на первый взгляд, они не казались, их всех объединяет безграничная любовь к делу, которому они посвятили свою жизнь – сохранять и приумножать культурное богатство нашего района и страны. И Петровский дом культуры с замечательным музеем, прекрасными творческими коллективами в очередной раз это доказывает. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».